привет итак я сейчас покажу комплекты которые связала на заказ мне нужно их сегодня будет отправить приедет курьер это один заказ для мужчины и для женщины женская шапкой митинги и мужская шапка 1 вот я начну с мужского говорю мужскую показываю женский я начну женского комплект это женская шапка и митинги к этой шапке вот таким узором связаны сейчас я покажу потом примере шапка связана из пряжи буланд менее у моего цвет кьюри там он один такой цвет желтый чешка хотела либо желтый либо зеленый комплект себе из толстой пряжи пряжа теплая получилась вот такая объемная шапочка это шапка связана на спицах пять с половиной рекомендуемые у производителя от шестого номера ну и выше даже до 10 что касается по расходу для такого комплекта я брала два матка и у меня остался небольшой клубочек ну его не хватит ни на митинге ни на чего ни на что просто для какой-то может быть безделушки связать может быть какой-то брелок то есть маленький кусочек остался и вот на эту шапку по идее лучше такой делать расход когда конечно же один клубок то есть вы покупаете один клубок одна шапка но у меня одного клубка сюда не хватило где-то вот столько я довязывала снова клубка и я думаю что это из-за плотности моей и тех спиц которые я использовала я использую пять с половиной рекомендую от шести я думаю что если бы я использовала спиц номер шесть то мне как раз бы хватило одного матка мне бы конечно хватило бы одного матка на спицах пять с половиной но нужно же чтобы объем какой-то было шапки поэтому мне не хватило по высоте именно здесь сейчас посмотрю свои записи вот здесь набрано 62 петли 62 петли по высоте я не подготовилась по высоте это шапка 31 сантиметр и закрытие петель я делала буквально там сейчас скажу 12 в трех рядах закрытия в четвертом я уже есть но здесь легко считать крупные петли все видно значит 31 высоту в ширину 62 петли но есть не растянутом состоянии у меня 17 сантиметров но она очень хорошо растягивается и возвращает обратно форму у меня уже были случаи когда я вязала слишком свободно и шапка растягивается поэтому я стараюсь вязать плотненько шапочки чтобы они у нас уже держали форму приноски не растягивались и так далее митинги я также вязала на спицах пять с половиной здесь уже ты его поставила на стол у меня стоит шапка не падает здесь уже связано начать резинкой один к одному манжет дальше вот этот рисунок я его достаточно часто использую своих митингах в варежках пока еще ни разу но он тоже легко применимы для варежек потому что сходится конусом как раз к среднему пальцу будет легко формировать рисунок в варежках оказался очень популярным узор я думаю потому что он просто хорошо смотрится на на варежках на митингах геометричный достаточно как красивый ажурный сейчас я примерю я не знаю стоит ли здесь говорить про ряды 20 петель в окружности но у нас тонкая с моей за качество это моя подруга достаточно тонкое запястье высота мерим по вашей руке я сделала длинные митинги как вы видите закрывается практически до мизинец большой пальчик совсем чуть-чуть выглядывает вот так ладонь видите на чистая то есть прибавки мне идут вот так вдоль большого пальца можно было бы мне не набирать столько петель а как бы до закрытия в окружность чтобы когда палец отделяется от общей ладони тогда здесь у меня было бы другой конец петель сейчас объясню понятнее подробнее когда я выделила большой палец то я набирала для него вот сюда добавляла только одну петлю и с этим пришлось подшивать ну как это периодически надо необходимо делать вот здесь отверстие которое образуется то есть если бы я укоротила вот эту часть ладони и не так много набрала петель для пальца то мне бы пришлось набирать здесь например две-три петли и вот эти отверстия которые мне образовались из-за одной петли они бы не появились то есть прийти я буду набирать поменьше петель для большого пальца здесь у меня для большого пальца 9 петель плюс 1 набрала значит в окружности здесь 10 петель но я думаю вот эта величина окрас плюс-минус стандартно но у меня небольшая рука не помню номер своей значит размера по перчаткам нового обхвате вот здесь ладонь 17 ну и пальчик маленький соответственно в окружности здесь 24 петли 12 на рисунок 12 на ладонь наверху резинка один к одному 5 рядов закрыла вязала снизу наверх ну как обычно вот такой рисунок так сейчас надену шапку сейчас я старалась старалась прическу наводила немножко подпорчу секунду такая шапочка такие митинги вот такой набор смотрю зеркало поставила всякий случай вместе с этим комплектом как с любым для заказчиков я прикладываю вот такую бирку привязываю обязательно кусочек пряжи какой был использован здесь как бы моя эмблемка написано что ручная работа с обратной стороны мои контактные данные адрес в instagram состав строчки пустые оставляю чтобы вручную записать состав пряжи и внизу краткие правила ухода но дополнительно к таким бирочкам я обязательно сейчас стала прикладывать распечатала вот такую карточку памятку по правилам ухода за вязаными изделиями тоже с моей эмблемкой на плотной бумаге чтобы она не стрепалась во время использования и хранения чтобы было проще и хранить здесь указано как стирать изделия как хранить вязаные изделия и как защищать их от моли то есть полностью весь уход помимо стирки очень теплый получился вот этот комплект не знаю то что девушка живет в сан-франциско но ей захотелось объемную шапочку и мы думали насчет я и предложила силк хэ от лана гросса да есть такая пряжа она толстая но сколько я почитала отзывов хоть она и нежная красивая пряжа но очень продуваем а то есть она шапка что есть что ее нет из той пряжи и в общем мы решили не использовать тем более она очень капризно используем все мог быть затяжки я уже в магазинах когда смотришь клубки они все в таких в мелких зацепках практически как капроновые колготки к ней нужно аккуратно относиться то есть наверно даже пока я ее свяжу я уже по зацепляю совершенно случайно так это моя вторая бирка к второй шапке на красной как видите я тоже показывала про эту пряжу немножко кратко рассказывала здесь сто процентный меринос кулу вулл атлана гросса 50 грамм 160 метров ушло ну полтора мотка вот столько где-то 2 мотка одного не хватит это удлиненная бини цвет 514 у этой пряжи где-то 4 красных цвета есть очень яркий есть более винный есть более насыщенный это вот такой средний красный как вы видите у меня два вида бирок здесь мне бирка пристежная на закрепки на заклепке я могу снять с моим названием моего бренда когда речь идет о мужских шапках и мужских комплектах я предпочитаю вот такую бирку прикреплять здесь мелкий квадрат и схематично изображены петельки это похожие на петельки на колоски но мне так больше нравится чтобы все таки для мужчины мне кажется лаконичные бирки какие-то не сильно бросающиеся в глаза более уместно я ее бирку пришила такой же пряжей я думала насчет того чтобы пришивать бирки например леской но мне не нравится как что леска может колоться что у лески могут как торчать кончики ну нитка естественности не подходит это в принципе будет неуместно когда пряжи пришита я считаю что это более рукодельно смотрится такой идет налет крафтовости что ли ручьи ручного труда с обратной стороны с изнаночной я стала пришивать вот так то здесь прям крест-накрест сейчас отвернул надеюсь это было видно крест-накрест я прихлестнула нитки потому что невидимо пришить такой же пряжи с изнаночной не получится потому что все равно пряжа имеет толщину как бы аккуратно не получится не будет как будто бы здесь гладь а тут случайно да получится как будто здесь случайно какие-то затяжки или помарки или в общем грех какой-то то лучше если невозможно скрыть то лучше и не скрывать а наоборот проявить это в частности вот пришла так бирку мужская шапка на большой обхват головы 58 меня 55 она немножко не с моего обхвата но тем не менее сидит приятно на голове ну я люблю когда шапки поплотнее сидят чтобы они так не смахивались но у меня все равно хорошо сидит значит шапку это можно носить как вот так с напуском сейчас я померяю высоту скажу хорошо знаю не вижу вроде хорошо надела вот так она сидит также эту шапку можно носить с отворотом мне нравится такой красный цвет сейчас покажу и вот эту бирку можно кстати впереди носить когда она подшита такой как будто морячок да ну уж и если закрыть то вот так получается получается два варианта носки изделия вот здесь это бирка крестик такой мне нравится вот 50 грамм 160 метров рекомендуемые спицы здесь три три с половиной или три четыре я вязала на двойке я показывала какая толщина этой спицы она даже тоньше это спицы номер два тоньше чем стержень шариковой ручки первый раз вязала таких спицах что могу сказать ну не нравится не вязать на двойках это тяжело но мне очень понравилось полотно которое получилось честно говоря я прям очень довольна люблю такие тонкие но плотные полотна когда вот чувствуется вещь то есть можно связать какое-то изделие с такой хлипкой тонкой пряжи и но на тебя как будто такая рыхлая как будто утекающая какая-то там шапка свитер вот вроде есть а вроде его нет а здесь такой материал получился существенный мне понравилось ну конечно в сравнении с другими например изделиями если вы вяжете на четверке вот для меня самый приятный размер 45 уже толстовато 4 вот то что приятно в руке держать и по скорости хорошо и по скорости наращивания полотна а двойка это конечно очень медленно я это вязала точно долго шапку я помню вот за вечер я говорила нет часа два-три я сидела и вот связала вот столько шапочки вот так долженько так по длине значит у меня эта шапка закрыта на четыре клина каждый клин разделяется двумя петлями мне понравилась эта пропорция как связать шапку бини вы сможете посмотреть у меня на канале вот именно таким же способом точно так же я ее вязала как у меня в мастер-классе в чем я как я делаю как в чем различие это только в петлях которые разделяют сектором вот по длине я скажу отдельно прямую часть потом слегка подвернулся край я буду мерить от подвернутого такого края 20 сантиметров по прямой а целиком вся длина шапки 26 сантиметра то есть значит макушку мне 6 сантиметров закрытие да я хотел рассказать еще отдельно свое мнение в принципе о мериносе дорогом дешевым вот так это лана гросса понятно производители не дешевые моток вот этой пряжи стоит 390 рублей хочу сказать что я вязала из биби бифу из биби премьер из лана гросса из сиама из лана гата но из многих вязала из нэнс дюнерд меринос тоже вязала и на мой взгляд я считаю что все-таки есть разница в пряже в зависимости от цены я не знаю насколько быстро закатывается изделие например быстрее биби биби и например лана гросса но что касается как бы упругости пряжи если вы когда возьмете в руки изделие из биби бифу и из такой же толщины пряжей лана гросса например вот изделие вы почувствуете эту разницу вот здесь нитку они делают какую-то более упругую и более прочную плотную а производитель биби биби они делают скрутку более воздушную на какая-то более ну как объем есть в дате как сахарная вата она вроде большая а есть ее съедаешь ее нет во рту вот такое же ощущение от того моточка то есть там она вроде воздушно-объемная а возьмешь ее как будто бы и нет руках какое-то такое впечатление по ширине не сказала я набирала 127 петель нечетное число по ширине 23 сантиметра эти 127 петель у меня получились ну нечетное число а наверху учетное число сегментов но не страшно у меня здесь три сегмента по по моему 29 один сегмент 30 как-то так все очень ровненько все равно получается вот такие в общем вот такой комплект вот такой набор сегодня надеюсь уедет не сегодня значит я отвезу завтра просто у нас моя знакомая и в общем подруга моей подруги едет к ней в гости в америку и вот сразу отвезет эти два наборчика будут они их там греть надеюсь меня порадуют красивыми фотографиями ну нет в америке хороший шапок нет приходится в россии заказывать эти даже мужчина не может шапку найти может на новый год решили его порадовать и мы женская тоже вот надеюсь я когда перейду на кардиган и буду еще и кардиган чеками радовать скоро 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 по секрету говоря я бы очень себе хотела честно говоря приобрести вязальную машинку не знаю вот ну мне кажется это нужна вещь у меня есть швейная машина я тоже хочу заменить она такая старенькая у меня уже но хорошо работает англичман есть да это машинка я думаю возраста примерно моего ну в общем не буду открывать все карты короче говоря еле 30 моей швейной машинки хорошо бы это уже заменить нужно подкручивать колесо когда строчишь хотя она электрическая ножная значит от педали вот и я очень хочу вязать вязали еще машину себе двухфантурную как там это называется и буду вязать кардиганы красивые свитера буду одевать свою семью и на заказ связать вообще мне планы конечно грандиозные я хочу еще шить проектные сумки и знаете такие маленькие маленькие кошелечки где можно складывать свои симпатичные маркеры пенальчики для спиц очень очень хочу вчера уже ну не вчера нам где-то пару дней назад заходила в магазин тканей интерьерных вот и нашла там очень красивый бархатистый плотный плотный материал обивочный больше скорее как обивочные или наволочки декоративные можно использовать и он велюровый как приятно конечно его тактильно вот трогать и он плотный изнутри то есть и сам этот кошелек или пенал он будет плотненький держать форму вот а проектные сумки не знаю вот я смотрю девушки шьют их достаточно жесткими которые можно даже ну подумать что это просто ее сумка а я вот у меня есть свой мешок шелковистый я в нем ношу вязание когда куда-то иду и мне нужно повязать у меня есть своя сумка или рюкзак я не понимаю зачем брать еще такую же толстую проектную сумку то есть она занимает место в моей сумке она конечно же тяжелее потому что много всяких ну слоев там лицевой слой внутренний даже если я без внутреннего хлопок а мой шелковистый мешочек вверх он шелковистый я его практически не чувствую то есть там занимает просто объем изделия который там шапка или шарф если большой ну или там свитер с собой там если берешь вяжешь раз положил его в рюкзак или сумку как будто бы там где-то в уголочке сложилось аккуратненько его и нету мне кажется вот так скорее ну я вот я такие вижу проектные сумки хотя наверное которые как сумки сумки тоже нужны но такие в том числе посмотрим что из этого выйдет планов очень много столько всяких желаний столько всего хочется сделать главное чтобы хватило часов в сутках вот такой связался мне комплект комплекс это из трех предметов это шапка большой шарф и пара варежек на весь этот комплект мне понадобилось 9 мотков мериносовой шерсти и 5 мотков махера на шелке мериносовая шерсть я использовала нагато суперсофт может подойти любая другая пряжа с характеристиками 50 грамм на 125 метров и я брала махер тон в тон можно брать махер немножко с оттенком посмотрите чтобы красиво было по тональности весь комплект связано жемчужной вязкой шарф тоже одинаковый по всей длине тогда начну с него описание я набирала 55 петель и вывязала все мотки которые я запланировала на шарф это 5 мотков мериносовой шерсти и 3 мотка махера вывязав все мотки у меня получилось 150 сантиметров до ВТО после ВТО шарф подвытянулся стал 160 сантиметров я шарф вязала на спицах номер 4 что касается шапки на шапку у меня ушло 2 мотка мериноса 1 моток махера резинка связана шапка с отворотом резинка связана на спицах номер 3 узор связан на спицах номер 3 75 для объема головы 56 сантиметров сейчас посмотрю записи я набрала 104 петли так она будет сидеть плотненько можно набрать чуть побольше например 106-108 если вы любите свободные шапки но учтите что меринос он склонен к растяжению в общем нужно не забыть об этом может шапка сильно растянуться она будет велика значит я набрала 104 петли резинка 40 рядов все тело жемчужной вязки 52 ряда и снова резинка 4 ряда и здесь очень быстрое закрытие через лицевые петли все шапка готова варежки ну надо смотреть уже по вашей руке по заказчику но варежки также связаны как шапка резинка номер 3 и тело варежек на спицах 3 75 1 варежка 1 моток мериноса и на 2 варежки 1 моток махера здесь выбран цвет молочный почти в каждом производители есть такой цвет найти его не составит не составит труда могу сказать с уверенностью что очень эффектно смотрится конечно вот этот белоснежный комплект он не белоснежный молочный но в этом его и преимущество что он не кипельно белый очень нежно эффектно и красиво смотрится очень теплый потому что меринос смешанный с махером на шелке конечно еще и шапка с отворотом я думаю практически в любую стужу подойдет имеется такой небольшой опушок от махера вот такую похожую шапку только в другом цвете я уже показывала на предыдущем видео про связанные мной изделия вы можете посмотреть там как она сидит шапочка со спущенной макушкой с напуском слегка удлиненная по голове но в целом смотрите чтобы ширина от ворота была не меньше высоты вашего уха я так всегда делаю и шапка по высоте должна быть не короче двадцати шести сантиметров ну вот это количество рядов которые назвала оно уже у меня как бы выработано и получается вот такие шапочки со спущенной макушечкой еще при стирке я не очень жалею шапку то есть я ее прям вот из воды достаю с одной стороны и она слегка подтягивается то есть все петли становятся на место она уже растянулась насколько это возможно дальше не потянется и получается ну в общем красиво фалдами спускается на затылке она не плотно на затылке а прямо спускается таким похоже немножко как мне кажется на берет ну так кто не любит берет и хочет шапку вот такие шапочки вполне подойдут теплые варежки а ну как рассказать как я ее набирала здесь индийским клином набраны петли завершение пальца завершение рукавицы здесь мне что нравится в этой вязке что совершенно не видно закрытие варежки мысика вот так ну про шарф я уже рассказала вот такой комплект футболка а на мне футболка кстати это футболка связанная с хлопком сиам Гавайи называется модель этого хлопка просто белый цвет даже бы молочный есть белый-белый а это белый-молочный футболка это связано в рамках тестирования перед выходом нового мастер класса но это не мой мастер класс это мастер класс другого мастера из Беларуси если кому интересно заходите ко мне в инстаграм там есть фото мое в этой футболке все данные контакты и сколько там мотков по-моему здесь мне 8 мотков в общем все данные я там указываю рассказываю но единственное я бы хотела наверное все таки перевязать как-то я ее мало ношу по-моему 2 недели я вязала эту футболку футболка связана регланом самый интересный здесь момент это в этом посеребрении это пряжа пряжа люрекс связана и вот декорирована вот такими полосами по низу тоже есть вот такая полоса по нижней части по нижней кромке футболки можно было бы еще пустить на рукавах но я не стала здесь у меня такие аккуратные просто подвернутые рукава вот может быть эту футболку перевяжу может быть нет но я ношу как-то так повелось не очень часто не знаю почему даже она мне вообще слишком слишком плотно связана я так старалась так старалась попасть в плотность что вязала слишком туго и она получилась ну очень плотная а так модель конечно замечательная я на самом деле из хлопка вот такие плечевые изделия вязала впервые это мой первый опыт ну я довольна что здесь вот с этой пряжей именно был нюанс она очень сильно скручивается то есть на одном ряду не помню там на коми примерно по какой длине должен быть завяз Tip чтобы скручивалось ну очень очень быстро очень часто скручивается и приходится постоянно клубок раскручивать 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 я он есть какой то секрет чтобы пряжи не скручилась без не ошибаюсь ее нужно внимать середину клубка чтобы она вот не вращалось вокруг хотя она там тоже завернуто по по радиусу по спирале внутри клубка но жутко скручивается пляжа постоянно приходится обратно и выворачивать и конечно это в вязании неудобно но не знаю как с другим хлопком вот это пряжа сиам гавайи на вот так себе ведет но в целом очень приятно и не закошлать и лось повторюсь я надевала и наверное раза три не чаще ну и закошлать не закаталась термина по-разному это используют не все понимают друг друга но очень не покрылась она вот этими шариками из волокна на поверхности все с ней в порядке подписывайтесь на мой новый youtube канал там буду делиться с вами своими секретами своими рецептами обзорами покупок рассказывать что не происходит подписывайтесь на мой вязальный канал планирую что наверное ближе к лету может быть я включу какие-то швейные моменты швейные изделия посмотрим рим покажет будем вязать с вами наслаждаться процессом результатом использовать новые 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 пряжи новой модели все будет интересно загадочное здорово пока